Вот, батюшка, отец Анатолий сейчас ездили к престарелому, Михаилу Антонине, там, 91-93 года, как вы поняли, а я плохо слышу, вы дорогой рассказывали о каком-то фермере, о его притеснениях, кто он такой, расскажите немножко, чтобы я это услышал, что он сделал здесь, взял землю как-то? Обработал, привел в порядок, навел порядок в селе, люди довольны, даёт, паёт им, не обижает, устрояет благотворительность, помогает людям, возобновляет, как возобновляет это. И человек старается делать добрые дела, переходят земные, они земные, но все равно это Божий промысел на все, и он устрояет, и все равно, как бы, оживотворяет, то, что упало, то он восстанавливает. А что именно он восстановил конкретно, построил? Построил коровник, ферму, ферму строил, те, что было разрушено, он его восстановил, благолепие привил, как бы, в чистоту. Потом обещал и церкви помогать, там звеницю, колокольню строил себе там, дорогу такую звеницю, потом технику купил. В общем, он хозяин нашей округи, в общем, и он занимается, каже, конечно, он может, ему не было когда, но желательно, чтобы оно духовно было, но пока материально, люди на него не обижаются, понимаете? И что ему, кто препятствует? Препятствует, власти препятствует, ему же сильный мир сего, как говорится. У него техника есть, поля, браво? Поля, в него все, дуже четко все устроено, у него свои комбайны, свои трактора, у него все новенькое, воно благолепие, и люди радуются, что у него есть таких. А сколько, примерно, земли? Земли в него богатого. Примерно, так хотя бы. В него, ну, наверное, тысяч 30-25. 30-25 гектар? Да. Тысяч. Тысяч? Да. В него богатого. Вин районы Карнадского. Ну, ты же не знаешь про него, батюшка, ты его снимаешь. Ну, ты хорошо. Ты же не знаешь про него. Так, и что, говорите, вы не хотели отнять урожай или как? Какая-то борьба была, говорите, на поле даже. Да, 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 да. Ну, то она понимается. Нам лучше всем, давайте мы лучше цен не будем обрить. Ага. Я поэтому спросил, что можно. Но Господь, как бы, побуждает, чтобы за Нем молили, чтобы сохранил Его Господь. Его как звать-то? Аркадий. Аркадий. Да. Помоги, обрати Его Господи. Человек, который делает добро, написано, как Корнили, молитва-то и милостыни, пришли перед Богом. И к нему Бог посылает тогда уже ангела своего. Да, да. Потому что добро привлекает свет Божий. И Господь направляет туда людей, которые начинают что-то Его побуждать прийти к вечности. Рассуждать не о временном только. А бывает так, что человек живет, ешь, пей, душа, веселись, нам многие годы хватит. А бывает, видите, он помогает. Там где-то, я знаю, такая она берет несколько сирот на полное обеспечение. Они не у нее, там живут, а по государственному. И называют меценат 20-го столетия, там 21-го где-то. Ну что, батюшка, мы собираемся все. Ангела-хранителя. Побыли, побыли у вас. Я сейчас сижу и думаю, сколько мы объехали. Но в таком довольстве, побыть, ну для нас площадка, поставить при церкви, вы, кажется, у нас на первое место вышли. Мы много видели. А кто первый, чтобы будет крайний. Да. Чтобы вы сохранили все это, вот это паство, которое вчера мы посмотрели, чтобы духовно росли люди занимались. Духовно, батюшка, росли люди. Проповедей, нема проповедей в людей, нема. А ты же, как проповедей рассказываешь. Я кажу, кажу, конечно, кажу. Ну, я говоришь. Не умолкайте. Проповедей надо, надо. Восещание людей. Они идут, а не знают. Как в делении. А наши, как идут, то ты начинаешь. Не знают, а звездом же выходит, а трошки знают. Бачите, из баптистов, они убивают хорошо им в уши, а в нас никто. Я говорю, баптисты, пятидесятники, они хорошо учат. Они их учат так, а в нас священство больше занимается этим. Там крестят, служба и все. Истинно так. Треба исполнителей. Треба исполнителей. Батюшки говорят, мне некогда заниматься проповедей. А ты лишнего убери. Вот мой брат приехал на освященник. Он говорит, у меня исповедников тут 120 человек. Ну ты помоги. Батюшка, и хорошо. И вот люди стоят. Ну, молитвы совершили. Батюшка говорит, кто не постился в этом посту, сразу дойдите. Исповедовать не будем. Процентов 80 сразу отошли. Дальше он говорит, вот кто исповедуется, бритые бороды, не подходите, исповедовать не будут. Почти все отошли, два старичка осталось. Ну и там три старушки он их исповедовал, и все. А то мне некогда. Я говорю, знаете, когда Христос в Иерусалим ходил, то и осленка привезли. Постелили одежду на них Христа. А если привезли осленка, а на нем ящики пивные, там бочки висят, где бы Христос сел? Вы чем, священники, занимаетесь? А то, как сказали, требуя. Вы лишнего уберите. Идите по всему миру и проповедуйте. У нас был там архиепископ, Дидеон, мы же слышали, метрополит Ставропольский стал. А мы с ним очень много беседовали, наши разговоры в книге «Для слова Божия нет устами». Я его зову, а он вот такой был, вот так, «Игнатию, куда ты меня зовешь? Ну, посмотри, какой я!» Я говорю, оставь все это, пошли. Понимаешь, жизнь другая совсем будет. А ты с чем разбираешься, разводятся, сводятся, их никогда не сведешь. Павел говорит, скорби будет тебе попасть. Они по десять раз женятся, вот такие стопы разводные. Тебе разводить никто не дал права. При живом муже выйдет замуж прелюбодеется, называется. Еще вы обманываете людей. А вот владыка разрешит. Да у него власти нет разрешать. Но я пришел, владыка, благословите меня в космос полететь. У лорячего, космодром какой. Он не может. Так и это, превышать полномочия свои не дано никому, не священнику, никому. А батюшка разрешит. Он только в пределах допустимого. А не так, что я тебя благословляю, а завтра опять греши иди. Нет этого права. Если ты на это дело пошел, ты должен пасту свою, как говорят, вот я и дети мои, которые дал мне Господь. Вот у нас церковь по телевизору называется Анфима Некомедийского. 32 тысячи прихожан и всех возвел на небо. Сказали завтра, будут власти здесь сжигать. Он всех собрал. 20 тысяч набил из храма. Да какой же храм-то был? Шесть епископов. И всех сожгли. Ни один не вышел из храма. Это 16 сентября. Это 302-й господь, где Клетианова самое гонение. Это, наверное, ваши уже прихожане приходят в штанах. У нас в храм ни один не войдет в штанах. Даже об этом в деревне вылазить из машины. Если женщина брюхов, она из машины постараемся не вылазить. Мы ее вынесем, переоденемся. Это мерзость перед Богом. Это на законе 22.5. И каноны вселенские запретили. Юбочка, Дима, дай-то у нас. Иди говорит, какая одежа. Сегодня это вот женская. Вот она должна быть. У меня дети за стол. Играть всяко. Но за стол каждую рубашку наденет, а так, чтобы было закрыто. Это сегодня надо заложить. Так это внешне. А почему в армии требуют пуговку застегнуть? Почему? Чтобы рубашка была. Вот это войско, оно побеждает, когда оно подтянутые. А без дисциплины, это шарахание стороны в сторону еще не дает. Посмотри, какая дисциплина была у Гитлера, какая у Сталина. Это два настоящего были воина, а у которых ничего не было, расшлюпанное цыгане. У них так ничего и нет. Они не на духовном фронте нету, и на телесном нету. Конечно, вот сказали бы, а как это можно? Вы многих прихожан, может быть, и потеряли бы. Но, маленький пример, в 249 году от Рождества Христова, до этого было 40 лет мирного времени, и люди бросились в институты, детей устраивать на работу. Ну, церковь стала расползаться, и вдруг приходят деки, как ударил по церкви. Такие гонения. Три года церковь буквально шатала, от 90 человек осталось 4 человека в храме. Но уже через три года церковь обновилась и увеличилась в количестве, а его убили. Через три года перестало гонение. Кровь христиан была семенем христианства. Хочешь или не хочешь, а это подтверждено. Мирная жизнь расслабляет. Мы молим мирной жизни, но должны думать. Гонение совсем рядом. И вот это вот все будет сметено в один раз. Ученики-то вышли. Господи, посмотри, какой храм, какие камни, там вкладыши были. Вы знаете, сколько 400 грамм ушло на купол, грамм золота, а у них 2000 тонн. Это вообразить нельзя, около 10 тысяч тонн серебра. Сегодня вообразить невозможно. Это национальный доход. И Господь говорит, камня на камне не останется. Конечно, для них это был шок. Почему? Не к этому готовятся. Вы храм Бога живого. Вы. Вселюсь в них и буду опитать с отцом моим. Если на это направить упор весь, тогда эти требования вот так по сторонам разойдутся. Их делают. У нас тут батюшка никогда ни одной требования не делает для посторонних. Вот приезжают люди, не готовые. Не готовые, значит, не готовые. Приходите на занятия. Мы ведем занятия в университетах, везде. И человек готовится к окрещению, чтобы он все знал. Для крещения надо три условия. Три. Всего три. Первое. Человека научите. Идите, научите все народы. Вот оно у вас. Вот оно. Написано. Второе. Троекратное полное погружение. Вон как купель. И третье. Это должно быть бесплатно. Сегодня в церкви это все нарушается. Патриарх Алексей Второй. Это к истинному православию. У меня там патриарха Алексея Второго. Речь идет. Люди не готовые крестятся. Жалуются. Священники сокращают это все. И самые сокровенные слова. Сакральные. Они опускаются. Я говорил на перхальном собрании. Патриарх Алексей. 98% священников меня вообще не слышат. Прошло полтора года. Ничего не изменяется. Стали деньги считать. А старостас схватил сумку и убежал. Патриарх говорит. Каких бандитов-то принимали в стерпи. Да. Это патриарх говорит. Значит прислушаться надо. Он для того и поставлен, чтобы наблюдать за пасху. Батюшка, поехали мы. Благословите наш путь. Благослови. Спасибо. 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 Благодарим.